Всем привет! Рад вас снова видеть на моем канале и сегодня будут заметки из путешествий. Как все стремятся попасть в Европу, я делаю наоборот. Я иду с Европы к себе домой. В город, где я вырос и где прошла вся моя бурная молодость, а именно Днепр. А я люблю свой город. Что хочется сразу же уточнить. Этот выпуск не будет каким-то а-ля путеводителем по городу Днепр. Или туристическим гайдом. Нет, я хочу вам показать, как изменился город за последние 7 лет, как я там не живу. Как он меняется, что нового появилось. И также хочу с вами поделиться классными местами, которые лично я люблю и которые я бы вам посоветовал посетить в Днепре. Какие-то смотровые интересные скверы, парки, улички, заведения, кафе, рестораны, театры и многое другое. Ну все, мне уже не терпится отправиться в это увлекательное путешествие домой. Мой чемодан уже со мной, поэтому погнали. Вот уже я прибыл в Краковский аэропорт. И отсюда у меня самолет в Киев-Борисполь, откуда уже потом я полечу в Днепр. То есть у меня одна пересадка в Киеве-Борисполь и все. И через примерно 4-5 часов я уже буду дома. Так, я уже прилетел наконец-то в Киев. Так вот, кратко о полете. Было все гладко, круто. Я по прилету сдал, понятно, какой ТЭС, чтобы меня освободили от карантина. Стоило это 1500 гривен. Я там видел и по 800 гривен. То есть есть разные цены, имейте это в виду. Но мне порадовало, что они результат пришлют в течение 6 часов. И для меня это очень важно. Сейчас остался последний рыбок в Днепр. Я, кстати, лечу авиакомпанией Windrose. Это такой лоукостер. Стоил он мне... Я пишу сколько. Все, погнали. И снова всем привет. Сейчас я нахожусь на привокзальной площади возле центрального ЖТ вокзала. Именно отсюда многие приезжие начинают свое знакомство с городом. Ну и наше знакомство тому не исключение. С этой точки я сейчас отправлюсь на центральную площадь. На одной из визитных карточек города Днепр. По ретро-трамваю. Ну все, погнали. Ну вот мы с вами прокатились на этом ретро-трамвае, который первый раз вышел на свой путь в 1997 году. В 1997 году был он посвящен столетию трамвайного движения в городе Днепр. И выполнен он по фотографиям и чертежам по мотивам старого трамвая Ганс. Его маршрут это всего лишь 7 остановок. Составляет он где-то 15 минут. Движется трамвай по самой главной артерии города, по проспекту Дмитрия Яворницкого. Начинает он свое движение от ЖТ вокзала и заканчивает его на центральной площади. Из трамвая открывается шикарный вид на исторические здания, на главпочтаб, на католический костел и разные парки. Я вам очень советую прокатиться, там свежо и прикольно. А стоимость проезда целяет 7 гривен. После прогулки на летнем трамвайчике, когда вы уже попадете в самый центр города, вы сможете отправиться на новый бульвар в городе Днепр. Это пешеходная часть улицы Короленко. Здесь, в самом начале этой улицы, вас встретит прекрасное здание. Это отель Украина. На этой улочке есть пару фонтанчиков, лавочек и вообще, в принципе, сама улица выглядит очень современно и интересно. Ну, а в самом конце этой улицы стоит такой интерактивный объект. Это такая, так сказать, фреска города, в которую засунут такие треугольные формочки, которые можно переворачивать. С одной стороны это фреска, с другой стороны такой розовый и черный цвет. И еще мне очень нравится вот это вот здание, такое в стиле Барнхаус. Не знаю, что здесь будет, но выглядит оно очень современно. Прикольно также будет прогуляться по реконструированной улице Троицкой, которая примекает к Троицкому собору. Что интересного есть на этой улице? Здесь мне нравятся эти исторические здания из красного кирпича и, в принципе, вымоталась улица Красная, если она еще так называется. Тоже очень интересно, может там пройтись. Ну, и здесь еще находится художественный музей. А прямо возле самого музея находится вот такое вот кафе Ван Гог. Что еще вам будет встречаться по пути следования? Это отреставрированная кондитерская фабрика. Прямо недалеко от Троицкого собора. А еще то место, которое лично я от себя рекомендую, это единственный в Украине академический театр одного актера. Крик. Даже если вы не любители театра, вы в любом случае должны сюда прийти. Ведь место просто шикарное, там очень камерный такой зал маленький и все его постановки, так сказать, театральные, они просто сногсшибательные. Все вот сценария, вот игры актера и вот этой всей световой музыки, это, конечно, просто шикарно. Сегодня я туда заходить не буду. Ну а вы, как будете в Днепре, обязательно туда следите. И вот еще нетипичное здание для Днепра, ведь в этом городе очень мало такой готической архитектуры, но одно из таких зданий есть на улице Шевченко, недалеко от Троицкого собора. Ребята, будете в Днепре, обязательно прогуляйтесь по его историческим улицам. Поднимаясь вверх от улицы Дмитрия Яворницкого, и можно вот так вот змейкой ходить и гулять по городу. Много интересных, ресторированных зданий. А хотите посмотреть на современный Днепр, то приезжайте к памятнику славы в самом конце бульвара имени Дмитрия Яворницкого. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя без дрона вы увидите примерно вот такую вот картинку. Ну ладно, возвращаемся в центр и продолжаем нашу прогулку. Сейчас я нахожусь еще на одном новом бульваре, который построили в городе Днепр. И это улица Пивдена. Здесь в самом начале вас встретит огромная статуя Атланта. Здесь есть такой вот ручеек. Правда, сейчас не работает, но это такой вот символ, где встречается прошлое и будущее. И как бы здесь, в принципе, это и заметно. А вообще Днепр – это полный винегрет архитектуры. Здесь есть и старые постройки, и постройки в стиле лоуфт, под такой Нью-Йорк. Здесь даже есть недалеко Екатеринский бульвар, на котором находится а-ля Биг Бен. А также здесь поблизости отель, который выполнен в таком, ну, больше восточном арабском стиле. И сейчас я нахожусь на Екатеринском бульваре, на таком культовом месте для этого города. Ведь именно это место основало такую тенденцию появления все новых и новых пеших зон в городе. Что есть вообще, в принципе, на этом бульваре? Понятно, вы здесь можете отдохнуть, посидеть. Здесь есть фонтанчик, можно провести здесь время с детьми. Здесь есть торговый центр и элитные бутики. А также здесь находится памятник архитектуры, здание 19 века, которое сейчас служит корпусом художественного колледжа. Ну, и, в принципе, мне оно всегда очень-очень нравилось. Мы продолжаем гулять по городу и двигаемся в сторону самого крупного еврейского центра в Европе, а точнее к центру, который называется Минора. В полице баррикадной на вашем пути вам будет встречаться очень много интересных тоже исторических зданий. А еще здесь находится Кудашевский офис-центр, который стилизирован по такую старую архитектуру. И только посмотрите на этот домик на дереве, это прям вообще улет. Очень круто смотрится. Еще прикольно по баррикадной зайти в такой дворик старой фабрики и его переделали под какой-то арт-спейс. Здесь есть парковка, а еще здесь есть стенка для скалолазов. Ну, и можете сами увидеть дворик прикольный. Очень радует, что вот такие старые заводы, какие-то фабрики их переделывают под такие спейсы. За это, конечно, городу большой лайк. А вот так вот круто переделали бывшую фабрику под такое лофтовое здание, где внутри расположились разные кафешки и магазинчики. Еще один прикольный дворик на баррикадной, который находится для музыкального бара. Это называется The Rooms, как написано здесь. И прямиком с этого дворика открывается вид на этот Кудашевский офис-центр. Мы сейчас туда пойдем, посмотрим, как это внутри там выглядит. Там прикольный внутренний дворик. Вообще, наверное, это любимое место для фоточек, жителей города и туристов. На баррикадной находится очень много разных творческих туристов зданий. И есть вот такой вот чей-то приватный дом. И он выглядит очень так сюрреалистично для меня. Радует меня, что оставили много исторических зданий с красивыми фасадами в центре Днепра. И что еще мне больше всего радует, что их реставрируют. Это просто плюсы городу. Ну, а вот и знаменитые балконы Днепра. Посмотрите. Ну, просто Апупенский выльет. На улице Шалам Алейкум находится одно из, наверное, самых узнаваемых зданий в городе Днепр. А именно самый крупный еврейский центр. Называется Он Минора. На первом этаже очень примечательным является то, что они сделали реконструкцию фасадов старых еврейских домов довоенных. А еще внутри там есть музей Холокоста. И на самом-самом верху есть прикольная смотровая, на которую мы сейчас попробуем попасть. Но на смотровую мы все-таки не попали, ведь она работает по определенному графику и записи. А вообще всю подробную информацию про места, которые я посещал, вы сможете найти в описании под видео. Я надеюсь, вы догадались, почему это здание, этот самый крупный еврейский центр называется Минора. Ведь он повторяет силуэт Минора, то есть этих свечей. И вечером он тоже подсвечивается очень-очень красиво. Сейчас мы двигаемся по параллельной улице Баррикадной, по Харьковской. Здесь тоже много исторических построек. А также здесь, с другой стороны, тоже есть эта фабрика старая, где много всяких прикольных кафешек и заведений. Любимое место, это уже не новая площадь, но тоже культовая в городе Днепр. Это книжный бульвар, как его называют, ведь здесь раньше был книжный рынок. И здесь находится драматический театр имени Тараса Григорьевича Шевченко. Здесь еще и находится его памятник. И такая вот интересная архитектурная композиция напротив. Еще одно интересное место, которое стоило бы посетить в городе Днепр, это отреставрированный планетарий. А еще здесь есть такая фишка, во дворе этого планетария есть такая бесплатная смотровая на Днепр. Круто, на весь город. Ну как на весь город? На часть города. Но тоже прикольно. Поэтому, если что, будьте в Днепре, обязательно тоже сюда зайдите. Но город это не только его здание и улицы, а еще и разные заведения. Давайте же прогуляемся по ним и посмотрим, как в этом плане развивается Днепр. О, здесь прикольная есть кафешка возле балетной школы Балетера. Называется кафе Анна Павлова. Там есть какой-то десерт, который назван в ее честь. Такое безе, какое-то прикольное. Милая кафешка, в принципе, да. Мы внутренне заходили, но это из новых таких прикольных мест в Днепре. Еще одно прикольное место. Кофейня находится напротив этой балетной школы. Называется Майму Простер. Такой дизайн пространства. Там, кроме кофейни, есть еще кинотеатр. А также у них есть свой такой отдельный зал, который можно снимать под какие-то мероприятия или же мастер-классы. Рекомендую, прикольно. И вот такой flat white, целтан, 50 гривен. Приятное, крутое местечко. Стилизовано суперски, офигенно. Мне вообще нравятся такие новые прикольные кофейни-ковярни появляются в Днепре. Еще одно классное кафе в городе Днепр, которое я рекомендую, находится на улице Гоголя. И называется оно НОС. Я думаю, понятно почему. Внутри классный интерьер. Вообще кафешка чимиленькая, очень классный персонал. Там есть большие залы, которые можно арендовать под разные мероприятия, воркшопы и тому подобное. А еще нам показали очень прикольное такое полуподвальное помещение внизу, где тоже можно устраивать какие-то ивенты. Там есть проектор. Вообще круто, ребята молодцы. Мне очень радует, как развивается Днепр и что здесь появляются такие новые прикольные пространства. Поэтому заходите сюда тоже в кафе НОС. Еще одно прикольное место на кофе в Днепре. Это кафе от Прибабрам. Это одно из первых кафе Третьей волны в городе. Поэтому советую нам туда заскочить. Еще одно прикольное место. Такой ресторан итальянской кухни. Называется Gianni Vino. Находится он на проспекте Дмитрия Яворницкого. И взяли мы там вот такие вот блюда. И стоило это вот столько-то. Кроме того, что в ресторане предоставлен обширный ассортимент различных алкогольных изделий, так и вдобавок там находится витрина, где можно приобрести всевозможные итальянские товары. По типу оливок, сырных и мясных изделий. Хотелось бы также упомянуть про новый барчик, который открыли в городе. Называется он Смена. И примечательный он по сути своим интерьером. Ну, назовем это в таком ретро стиле. Ребят, на этом у меня все. Но это только первая часть выпуска про Днепр. Не забудьте подписаться на канал и не упустите обновления. Мне еще есть много чего вам показать и рассказать про этот прекрасный город.